Слава Христу! Ты хочешь больше узнать о Боге, о вечности? Нет, я не дебил. Не хочешь? Так ты разве видел такую книгу? Считал когда? Майнкамп. Вот, это Библия. Майнкамп, да. Вот смотрите. А Майнкамп ты еще больше моего не узнаешь. Я этому 14 лет отдал, занимаясь гитлеризмом. И нашел... С Подмосковья, город Пушкино. А-а-а, вон как. Мы в Гордове находимся, в главном, как бы, Подмосковье. Да, мы людям проповедуем Слово Божие, Евангелие, что так жить, как живут, здесь нельзя. Здесь грех большой творят. Голые совокупляются, анонизмом занимаются, и ужасно просто. И поэтому мы пришли сюда проповедовать Евангелие, Слово Божие, что Христос умер за наши грехи. Он ждет людей, чтобы покаялись. Каждая душа дороже всех. Вот сейчас ролик вышел один, называется... Интервью от дьявола берут. И его спрашивает дьявола, этот... Журналист говорит, «А самая большая победа ваша какая?» Он говорит, «Я людям доказал, что меня нету». Ну, это и главная такая задача. Да, говорит, «А кто у вас враг?» Он аж из себя вышел. Бог. Я, говорит, был главный там... Не говорит мне там, в государстве-то, на небе. И я, так сказать... Ну, голосовали за меня многие, одна третья часть. Но получилось не так. Как я лгал, говорит, много. И меня, говорит, оттуда... И он теперь на земле превратился в демона. В сатану. Как Владимиру Владимировичу относитесь? К какому Владимиру Владимировичу? Путину? К главнокомандующему. Главнокомандующему? Дядя Вова, мы с тобой, да? Нет, я не с вами. Я не с ним. Нет, ролик такой, ролик. Дети поют. Дядя Вова, мы с тобой. Зарядите. Это будет интересно посмотреть. Там депутат с ними поет. Дядя Вова, мы с тобой. Вот такие пацанята стоят там. Не, ну это же противно. Когда столько лет у власти и не хочется уходить. Ну, мы молимся. Наша задача. Мы молимся каждый день. Господи, пошли добрых проповедников. Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И косись в сердце правителей. Обрати их к себе. Дай им страх твой, святой. Сохрани от покушения Владимира, Дмитрия, Дональда. Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нурсултана. Мы о всех молимся. С кем уже успели пообщаться? Кто вам еще интересен? Ну, с кем. Вот я книги, когда ездил, дарил. То получил благодарность от Рамзана Ахматовича Кадырова. Ну, еще тот гандон, честно говоря. Он мне очень нравится. Я не скрою. А мне он не нравится. А мне нравится. Он запретил аборты. Ну, аборты. Аборты это очень сложно запретить. Ну, запретил их. А дальше что? А дальше что? Так, почему? А есть клиники, которые в любом случае это сделают. Значит, его уголовная статья посадят. Как запретил? Законы провели. Ну, и что с законом? 120 миллионов в Российской Федерации убили за перестройку. 120 миллионов. Это государство внутри утробы. Он герой России. Ну, ладно. Это ваше мнение. Но. Он у меня не командир. Я просто как христианин говорю. Я понимаю. Почему? Потому что он говорит правильно. У него женщины покрытые платками сидят там, где на седании. Мне приятно смотреть на него. И он идет к народу. Там где-то едет на велосипеде. Машине нарушил. А он его оштрафовать. Он стоит в очереди, чтобы штраф заплатить. Не, ну вот что касается то, что покрывать голову, это вполне нормально. Нормально. А вот вы все зайдете на наш YouTube. Он называется «Во свете Библии». YouTube. У нас православные женщины покрыты в два платка, как хиджаб на них. У нас идут, когда они с церкви оплатят до полу. А тут работают туркмены, узбеки разные на улице. Они «Наши сестры, наши сестры». А мы говорим «Да это православные». Нет, это наши мусульманки. Они красавицы наши. Идут такие. Они прям соскучились от дома. Дома-то далеко. А тут они видят наших. А мы, когда с бородами едем, нас останавливают. Вы ваххабиты, наверное? Ага. Ваххабиты. Я говорю, мы еще опаснее ваххабитов. Мы несем слово Божие. Вот эту книгу, она называется «Меч духовный». Она режет грехи от человека. Мы были в Баку, ночевали в доме Муллы. Ага. И ходили вместе в мечеть. А потом ходили в храм Божий. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Вот в прошлом году мусульмане у нас принимали крещение. Крещение. Уверовал во Христа, что он умер за его грехи. Хорошие люди. Просто, ну, я, сегодняшнее поколение, они не такие уже. Не, ну, кто приезжает в центральный регион, они идут очень по храму. Огромное количество. Да. Огромное количество вот этих людей, которые, походу, из каких-то аулов приехали, и незаконов, ничего не знают, толдочат свое, в драки лезут. Для них подразится это... Ну, в драку лезет, что докажешь-то? Ты по делу. Вот у меня когда подходит, я говорю, ты эту книгу читал? Ага. А вот это что написано? Считай. Еще ни один не прочитал. Я говорю, тут Коран, а тут Баран. Вы, я говорю, такие же глупые, как наши православные. Они по церковно-славянски стоят, ничего не понимают. Вы, я говорю, одинаковые такие же. Угу. С этим я согласен. Десять заповедей, да? Да, да, десять заповедей. А нынче Господь дал девять заповедей. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, ибо утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. У нас это блаженство, это довольство в Боге. У нас написано так, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Поэтому наша вера самая мирная. Я говорю, беседуя тут с мусульманами, я говорю, а вы почему не знаете-то Коран-то? Я привожу суры, аяты, они даже не знают. А у меня книга написана по Корану, в сравнении с Библией все суры, аяты. Я говорю, скажите, когда умер ваш основатель религии? Ни один не может назвать. Я говорю, в 632 году. Что же вы такие, ребята? А скажите, у Христа оружие в руках было? Он кого-то убивал? Нет. А у вашего? Он сколько сражений провел? Не знают. Не знают. Я говорю, 72. И только два были оборонительные. Остальное грабили в караваны. Воевали. У нас большая разница. У вас 4 жены, а у нас если умерла, можно взять вторую. Бывает даже, когда умрет, это когда умрет. А четвертого брака вообще не существует. Это разврат. Поэтому тут разница большая. У нас планка-то вон поднят, а вы ее положили на землю. Тут любой перешагнет. Да еще в раю там будут у тебя гури обновляться. И самое интересное, у мусульман, например, или кто с Кавказа, у них такая традиция, кто не воровал, тот как бы не мужик считается. Ну что, искусственную войну создавать? Ну вот. А у нас наоборот. Вот наши ребята идут служить, альтернативная основа. Никто присягу не принимает. Вам, всем, которые от нашей общины, вреда никогда не будет. Мы умрем, но не пойдем убивать. А что в этом плохого-то, альтернативная служба? А это... Лишь бы какая-то служба была. Да служба, так за больными ухаживать, срок дольше. Копать окопы, но не будем подносить заряды и корректировать огонь. Это тоже нельзя. Ты, сказали, раненый лежит в заминированном поле, я поползу. Подорвусь, но поползу, потому что Бог говорит, нет больше заповедей, как отдать душу за друзей своих, но не вытряхивать души из людей. Согласен. Согласен. Так, нормально. А вот так? Ну, это вообще шикарно. Откуда вы взялись? Я ищу, ищу, ищу ровесника. А вам сколько лет? У меня 62. О, почти ровесники. У меня 80. О, серьезно? Конечно. 10 июня, вот в июне будет. А вот зайдите на наш YouTube-канал, вы увидите, что у нас за сокровище. Он называется «Во свете Библии». Вот эта вот книга, вот, видно? Ага. Вот. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы зайдете на наш YouTube. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ага. У нас там 14 880 роликов. Ого. И основном религии, да? Нет, все, что у нас делается. Мы строим православную деревню. Я начальник детского лагеря, сам его основал, 45 лет был. И у нас все снимается. У нас все оригинальное. Настолько оригинальное, что этого нигде больше нету в интернете. Мы все начинаем с нуля. Бог благословляет. От Бога это. Надо посмотреть. Вера – это хорошо. Мы православные. Брат у меня священник. Я знаю, я понимаю, да. А вот смотрите. Когда вы зарядите «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, только не YouTube, а через Google сайт. Сайт. Ага. На сайте вы найдете. Там море информации. Там 38 моих книг. Сейчас, минутку. Еще раз повторите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это YouTube. В YouTube. Все записано. Так, а теперь, если в Skype, напишите не в Skype, а в Skype мне найдете, Игнатий Лапкин, в сайте. В сайте. Там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Ага. Ага. Там вам не уйти оттуда. Все. К нам кто заходит, он застревает, говорит, и годами сидит. Там море просто информации. Там 50 книг моим голосом насчитано. Это Бог благословил. А молодые слушают, да? Еще как слушают. Студенты? Молодые. Основно молодые, наверное. Ну, студенты молодые, нет, в университете. Да, да. Я в университете в одном только вел. Я на пяти университетах работал. В 18 лет только в одном. Три радиопрограммы регулярно вел. Во всех отделах милиции, воинских частях, заводы, фабрики. Это все мое поле. Это вы все там найдете. Там снимки с мэром. Города, он приехал к нам. У меня три. Ой, откуда? Алтайский край, Барнаул. Алтайский край, ага. И деревню православную строим. Вы увидите, как с нуля. А погибло 21 тысяча деревень. И никому не надо. Мы получили статус. Ну, все официально. Через отдел юстиции, краевую администрацию. И у нас кто поселяться, думаю, должен пять качественных. Первое. Доказать, что не лжет. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор. Вы порадовали. Клянусь, мне очень приятно вот это слышат. Вот я мусульманин. Вот я недавно в час рулетки. Вот увиденные такой пошлости. Такой молодежь, школьники, школа. О, смотри, кора. А вы прочитаете, что написано? Нет, я не могу читать. А мы, когда в поездки ездили, мы посетили 650 городов и сел. Я решил библиотеке мира подарить 38 томов моих. И мы в доме мулы ночевали. В Баку были. И ходили вместе мещеть. А там в один город Каспис приехали. Там надпись вот так вот. Комната для намаза. Мы попросили ее открыть. Мы разулись. Мы знаем, как там вести себя. Все там снимали мы. И мы молились там о мире для Дагестана. Да, да, да. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Правильно, правильно. В прошлом году мусульманин принимал христианство. Как он уверовал крепко. Нормальные люди. У них претензий. Любой религии нет. У нормальных людей. Верующих. Да, не мусульман. Меня Бог послал проповедовать Евангелие. Я Евангелие проповедую. Ну, у нас же тоже вот признают, что пророки все от Аллаха, от Бога, от Аллаха. Это одинаково. У меня одна книга. А каждая книга у меня 752 страницы. Одна книга, посвященная Корану. Я его разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией везде. И что за 1300 лет про мусульман было написано, что говорили, какие люди великие. Да. Вот я чат рулетки не дам, поэтому вот я смотрю, вот нету вот пожилых людей, а молодые, молодые. Я быстро перелистаю и грубости у них, понимаете? Да они пришли для блуда. Тут сидят мусульмане. Я знаю, а мы мусульмане. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Ну, познакомиться. Я говорю, с кем познакомиться? Дома четыре жены, тебе надо колым платить. А тут 44 даром и голые. Вы как жеребцы весенние пришли на чужих кобыл кататься. Они захохотали, сидят. А как ты, говорит, узнал нас? Я говорю, да я уже знаю. Вместе жили. Меня сажали, за слово Божие, в тюрьме. Я с мусульманами сидел. В Жанатасе, Жамбульской области. Вам 80 лет не дадут. Нормально, шустры. Вот так у меня три голубятни. Голубятни. Я с голубями вожусь. А вы в селе, да? Я сейчас в городе Барнаул, а 10 июня, вот у меня будет 80 лет, я повезу туда ребятишек. Я был начальником детского лагеря 45 лет. Наш лагерь. Бесплатно государство не платило нам ни рубля. Тысячи детей подняли. Смотри. Вот в России разрушено, уничтожено 21 тысяча поселений. Мы получили статус, зарегистрировались и начали строить деревню. Да. Хорошо. Это очень хорошо. Когда-то... Брат у меня священник, на 5 лет моложе меня. А украинцами встречаетесь? Полно. Ну и как? Ну и как. Украинцы. У брата жена украинка. И в деревне. Со мной живет вместе тоже фамилия такая. Но он себе только фамилия остались украинские. Это они украинскому уже ничего не знают. Да, украинскими корнями у нас тоже есть. Чеченцы. А? А вот мы... Корнями, корнями. Да, ну, ну, ну. Мы когда поехали в миссионерскую поездку, а мне говорят, ну вы-то хотите умереть за Христа. Ну молодых-то зачем берете с собой? А мы были... В Чечню не ездить, только голову режут. А мы были в Чечне, нас как родных братьев принимали. Да. Вот мы дорогой выезжаем из города, какого там библиотеку, книги я подарю, и сразу расстилаем палатку, 2 на 2 метра, и молимся. А рядом бывает на дороге работают мусульмане, там дорогу делают. Если мы молимся, нас никогда в обиду не дадут. Они любят, когда любят молиться. Конечно. Я мусульман тут спрашиваю, что у вас самое ценное? Ну, дружба. Я говорю, нет. Пятикратный намаз самое ценное в мусульманстве. Я говорю, вы не знаете этого. Раз ты молишься, в это время ты не враг мне. Мы Бога благодарим. Мы каждый день за мусульман молимся. За Рамзана Кадырова. А от Рамзана Ахматовича у меня благодарны за книги. Да? Да. За Эрдогена молимся, за Нурсултана. Мы каждый день их поминаем в молитве. Как вас зовут? Игнатий Лапкин. А, да, да, да. Вот Игнатий Лапкин, вы если заряете там в Ютубе, сразу найдете. Да, да. Во свете Библии. Да. Вам будет это интересно все? Конечно, конечно. Если вам нужно будет поговорить, что-то узнать, вы скайп, называется скайп. Я знаю, да. В скайпе Игнатий Лапкин. Зарядите, я один с этим именем, фамилией. Один. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Вы ко мне только всегда напишите, что встречались в рулетке. Ага. Хорошо. Меня Али зовут. Вот. Али? Али. Али, да. Да. Ну, очень приятно было с вами поговорить. Вот мне тоже очень приятно. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok